Четыре студента-художника из Челябинска отправятся на Лазурный берег во Францию. Там пройдет молодежный фестиваль искусств. Путевки юным талантам привезла театральный критик и главный редактор газеты «Культура» Елена Емпольская. Гостья из Москвы обещала посещать Челябинск чаще и изменить работу театра драмы. Подробности в сюжете Антона Зубкова. 18-летняя Екатерина Московцева – круглая отличница и талантливая художница. Несколько раз ее картины выигрывали на областном конкурсе молодых художников имени Арестова. Больше всего, уверяет Екатерина, любит писать натюрморты. Сегодня под звуки скрипки девушка получает сертификат на поездку во Францию. В Каннах пройдет молодежный фестиваль искусств. Это первая поездка студентки за границу. Я хочу очень много порисовать новых видов, которых я никогда не видела. Что-то вот море, может быть горы, я даже не знаю, что поместить. Все яркие краски какие-то такие, может вангоговские даже. Если она настоящий художник, то он должен полностью вместе со своей картиной жить и дышать, пока он рисует. Екатерина не единственная, кто сможет устроить пленэр на Азурном берегу. Сертификат на участие в российско-французском молодежном фестивале искусств получают еще три студентки. Главный критерий отбора – отличная учеба и талант. Вручает путевки главный редактор газеты «Культура» Елена Импольская. В Челябинск она приехала с деловым визитом, в том числе и поддержать юных талантов. Культура – это отрасль. Она должна производить достаточное количество доброкачественного продукта, своего собственного отечества. А кто будет его производить, если у нас не будет работников на этой стезе, на этой ниве, да? Соответственно, в наших интересах, государственных, национальных, в интересах каждого гражданина России поддерживать молодых. Стараться, чтобы установить молодых талантов как можно больше, организовывать для них социальные лифты. Сразу после награждения Елена Импольская отправляется к Краеведческому музею. Там сегодня стартует 18-й областной фестиваль СМИ. Тема форума – грани дозволенного. Обсуждают кино, потому и ленточка, которую разрезают на открытии, не традиционно красная, а в виде киноленты. Могу сказать, что я, как журналист, начинавший в ельцинские времена, прошла тот путь, который многие мои коллеги проходят сейчас. Я тоже считала, что грани дозволенного отодвинута чрезвычайно далеко. И только с возрастом и с опытом приходит понимание, что можно, а чего нельзя тебе, и как человеку, и как профессионалу. Также Елена Импольская подписала соглашение с Челябинским театром драмы и возглавила его попечительский совет. Как известный, театральный критик обещал ознакомиться с репертуаром и высказать свое мнение о постановках и актерской игре Челябинской труппы. Кроме того, она посодействует театру в поиске нового главного режиссера. Сейчас эта должность вакантна. Необходима такая поддержка актерского состава, она и материальная должна быть поддержка, потому что актер это человек такой, штучные экземпляры, не найти актеров. И надо как-то их чем-то задерживать. Они должны быть здоровы, они должны быть эмоционально и физически здоровы. У них должны быть красивые лица, они должны быть ухожены. Для этого они должны вовремя отдыхать, вовремя ходить в отпуск, чтобы правильно оценивались наши актеры и вовремя получали звания в том числе. Сейчас в театре готовятся к ремонту. Составляют документы, чтобы получить финансирование из федерального бюджета. Надеются, что и в этом сможет помочь влиятельный покровитель. Капитального ремонта здание театра драмы не видела с момента постройки с 1982 года. Сейчас в театре готовят проектно-осметную документацию и отправят в Министерство культуры для получения финансирования. И уже в 2018 году планируют начать обновление фасада и помещений театра. Антон Зубков, Павел Клементьев, ОТВ.